Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку из вот такой вот водопроводной трубы ДУ-40. Также нам понадобится обрезка 50-й трубы и пару уголков. Ну и давайте приступим к изготовлению нашей самоделочки. И первое, что нам требуется, это зачистить данный отрезок трубы. Поехали! Теперь с одного из торцов отмеряем 30 сантиметров. Все, отмерили. Теперь нам нужно вот по это место вырезать одну треть данной трубы. Делаем вот таким вот способом первую линию. Прочертель линию. Получается вот, где метка. И теперь режем не половину, а чуть выше. Приблизительно вот так. И все, и проводим вторую линию. Все, провели. Здесь мы сделаем полукругом. Вот таким вот способом. Все, и вырезаем теперь вот эту часть. Надо провел. Обluи. Парни. Все, и вырезаем. здесь нам нужно срезать углы приблизительно вот так с одной стороны и со второй то есть здесь расстояние и здесь должно быть одинаково теперь нам нужно заварить вот это отверстие взял вот такую шайбу тоже ее заварил с одной стороны сейчас все поправлю как надо и обварю и и с этой стороны керним два отверстия и сверлим четверочкой и делаем небольшой потай все готово теперь понадобится вот такой отрезок 50 трубы длина 10 сантиметров чертим линию отступаем приблизительно по полтора сантиметра и керни все и сверлим 12 сверлом теперь на эти отверстия нужно приварить две гайки десятки накрутил болт чтобы удобнее было приваривать вот таким вот способом и прихватываем гайку здесь и здесь далее нам понадобится два обрезка профильной трубы с 40 на 20 длина 12 сантиметров здесь я сделал с одного торца полукругом чтобы приварить к нашей заготовки вот таким способом с одной стороны и с другой стороны по центру трубы с двух сторон вот так детали выглядят в разобранном виде сейчас я их покрашу и уже затем соберем и посмотрим готовый результат что у нас получится покрасил наши детали также нам понадобится вот такой черенок длина 65 сантиметров два болта десяточка длина 20 миллиметров и два самореза итак давайте первым делом насадим черенок на нашу приспособу пособу Смотрите продолжение в следующей части. Все закрутили. Сморезы у нас получается заподлицо. Так, теперь вкручиваем два винта, два болта. Первый и второй. И одеваем на нашу трубу. Вот таким способом. Все надели. И теперь нужно затянуть два этих болта. Первый и второй. Все, этого будет вполне достаточно. Вот такая вот получилась у нас приспособа. А получилась это такая универсальная лопата для копки траншей. Под проводы, под шланги. То есть сейчас я покажу принцип работы, вы все это увидите. Вот так. Вернемся к другу. Вот так. 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 Друзья, вот такая мини-траншея получилась Ширина у нее составляет порядка 5 сантиметров Глубину можно регулировать То есть вот эту ножку мы перемещаем И максимальная глубина здесь 70 сантиметров Где можно применить данную траншею К примеру, когда нам нужно уложить кабель для уличных светильников Данная траншея как раз будет кстати Ну или, к примеру, для кабеля видеонаблюдения А также различные трубы и шланги Друзья, ну и подводя итог Хотел бы сказать, что самоделочка мне очень понравилась Работать ей приятно Также хотел заострить внимание Что рекомендуемая длина вот этой трубы Желательно 80 сантиметров Потому что укладка электрического кабеля Рекомендуется на глубину 70 сантиметров Как раз от 80-10 сантиметров у нас едает вот эта ножка И остается 70 сантиметров Я же в свою очередь буду скоро устанавливать камеры видеонаблюдения И как раз данная лопатка мне поможет Для укладки кабеля от камер видеонаблюдения Ну а мы на этом будем заканчивать Кому понравилась самоделочка, ставьте лайк Подписывайтесь на канал, всем пока, до новых встреч!